Каргызы попросили помощи у таджиков. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, какая ситуация способствовала объединению двух народов. Подписывайтесь на наши обновления и будете в курсе всех последних событий. Аппарат омбудсмена Кыргызстана обратился к уполномоченному по правам человека в Таджикистане Умеду Бабазода с просьбой не допустить нарушения прав человека в отношении каргызстанцев, задержанных в сентябре таджикскими пограничниками. Задержанными являются жители Лейлегского района Саидахмет Артиков и Ноаман Самадов. По словам Наргизы Артиковой супруги Саидахмеда Артикова, ее муж и зять Ноамад Самадов, до сих пор не вернулись домой и от них нет никаких известий, но имеется информация, что они находятся в СИЗО города Худжент, где подвергаются пыткам. В связи с вышеизложенным просим вас принять меры по недопущению нарушений прав указанных граждан Кыргызстана. Также просим сообщить о результатах расследования, отмечается в обращении омбудсмена Кыргызстана. 12 ноября в Бишкеке к зданию дома правительства на митинг вышли родственники Саидахмеда Артикова. Его супруга Наргиза Артикова заявила, что ее мужа задержали без причин, подвергли пыткам и сейчас он находится в больнице. Моего мужа, жителя села Жиделиг, сами выбрали главой села. До этого таджикская сторона задерживала граждан Кыргызстана. Мой муж тогда помогал их освобождать. 16 сентября спецслужба Таджикистана задержала его, когда он был дома. Его забрали и не показывали нам 40 дней, сказала женщина. Родственники Артикова сообщили, что задержанный подвергся пыткам и сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице в СИЗО. Митингующие обратились к правоохранительным органам, омбудсмену и президенту и руководству ГКНБ с просьбой освободить задержанных от насельчан. К участникам акции протеста вышел заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов, который пообещал донести информацию до уполномоченных органов и оказать поддержку в освобождении граждан Кыргызстана. Как вы относитесь к такой ситуации? Не надоели ли вам вот эти стычки двух народов-соседей? Как мы видим, и каргызы, и таджики могут взаимодействовать вместе, защищая свои права, как это делается в сегодняшней истории. Значит, все возможно. Вы согласны свои ответы? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В конце октября сообщалось, что около 10 граждан Кыргызстана задержаны Таджикистаном по обвинению в нарушении границ. Среди них четыре кыргызстанца, осужденных от двух с половиной до пяти лет. Они поехали в Ляхш и Мургаб, Таджикистан, чтобы навестить своих родственников. Также сообщалось о задержании четырех граждан Кыргызстана, проживающих в селе Жиделик. В самом Таджикистане также возмущены арестом и чрезмерно суровым наказанием таджикистанцев в Кыргызстане после произошедшего в конце апреля пограничного конфликта. В частности, в сентябре Лейлекский районный суд Баткенской области Кыргызстана приговорил таджикистанцев Абдурозика Абдукахорова и Асрака Юнусова к пожизненному заключению. Им инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных статьей 380 «Преступление против мира» и 391 «Мародерство» Уголовным кодексом Кыргызской республики. Столкновения на таджикско-кыргызской границе произошли 28 и 29 апреля. Власти Таджикистана заявляют, что в ходе этого пограничного конфликта погибло 19 человек и 87 получили ранения. По данным кыргызской стороны, 189 граждан Кыргызстана получили ранения и 36 человек, в том числе двое детей, погибли. Душанба и Бишкек обвинили друг друга в развязывании вооруженного конфликта и возбудили, соответственно, дела в отношении вооруженного конфликта. О том, как ведется следствие в генпрокуратурах Таджикистана и Кыргызстана, не сообщают. На самом деле, можно сказать, что война ведется между двумя правительствами, а страдают обычные люди, которые поддаются влиянию пропаганды в каждой стране, инициируют конфликты. Но по факту, сколько лет и кыргызы, и таджики жили по соседству, спокойно ходили друг к другу в гости и не знали проблем. Но из-за того, что власти той и иной стороны тянут вопрос с определением границ, эта неразбериха продолжается. Как вы думаете, как это можно решить? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи!